Добрый вечер! Я сегодня попала на мероприятие, которое пока не знает, что это такое. Объясните, пожалуйста, не только для меня, но и для тех людей, которые будут смотреть видео. Что же это такое происходит в нашем городе? Здравствуйте, друзья! Сейчас здесь, в здании студенческого клуба, который располагается в бывшем польском костеле, проходит фестиваль в Старом замке. Это фестиваль, который объединяет творческих людей в следующих направлениях. Тех, кто увлечен старинными танцами, историческими костюмами, сюжетно-коммуникативными ролевыми играми и историческим фехтованием. Есть у нас также такие направления, как литературные, театральные. И ребята, молодые люди, и уже повырослевшие студенты, выпускники приезжают из разных городов в гости к нам в Рыбинск, для того, чтобы вот в такой дружеской, тёплой атмосфере отменяться опытом, узнать что-то новое, поделиться своими какими-то находками и открытиями с единомышленниками. А когда вот это зародилось? Нашему фестивалю в этом году исполняется 15 лет. Ой! В этом году нашему фестивалю исполняется 15 лет. Самый первый фестиваль мы провели в 2004 году, как раз на этой базе. И с тех пор коллектив, которым я руковожу, творческое объединение «Танилорин» как раз стало заниматься вместе с прочими коллективами студенческого клуба «Прометей» здесь. Много разных было фестивалей, и в каждый год у фестивалей были какие-то... В разные годы у фестивалей были какие-то свои особенности. У нас были годы, когда приезжали рыцари, облачённые в железные доспехи, сражались. Были годы, когда любители старинных танцев просто готовы были все кабинеты занять своими семинарами и танцклассами. Были годы, когда к нам приходили в гости страйкболисты, выступали те, кто занимаются фаер-шоу. То есть наш фестиваль — это открытая площадка для многих творческих людей. И каждый год поэтому появляются какие-то новые идеи, и это очень приятно. И какие-то уже сложившиеся традиции мы продолжаем поддерживать. Спасибо. А ещё, Изюминка, вот именно вот этого фестиваля, который состоится сегодня, состоялся уже и завтра продолжение? В этом году у нас тема фестиваля «В старом замке вместе с друзьями». И учитывая те обстоятельства, которые происходят в целом в мире, в стране, хочется сказать, что, наверное, тема дружбы, она очень важна. Это то, что людей поддерживают в разные кризисные, трудные времена. Друг — тот, с кем можно разделить и горе, и радость. И несмотря на то, что, может быть, у кого-то какие-то сложности есть, всё равно люди стремятся приехать сюда, увидеться снова со своими друзьями, пообщаться и вместе с друзьями что-то новое создать. Так что в этом году, я думаю, тема очень важна и нужна для всех. Юля, вот у меня вот сложилось такое мнение, ну это не очень красиво про себя говорить, но я всё-таки скажу, что за последний буквально месяц, вот месяц его прошёл, мне удалось побывать в резиденции Снегурочки. Это добро, это красота, это танцы. Побывать в роли помощницы в деревне Тагадын — это добро, это история, это история России. Сейчас третье важное мероприятие, куда я пришла, это к вам на фестиваль. Где прослеживается, какая сверхзадача, какая линия? Сверхзадача, линия, ну, наверное, то, что вы уже назвали. Добро, красота, танцы, любовь, дружба, поддержка взаимовыручка. И создание новых творческих миров, то есть вот особенность, наверное, нашего фестиваля. Хотя, наверное, вот и всех фестивалей названных, да, мы пытаемся как-то украсить этот мир и в отдельно взятом таком кусочке локально создать мир, который кажется более идеальным, чем окружающий. Где как раз есть добро, красота, дружба. А что бы вы хотели пожелать тем людям, которые сейчас, в данный момент смотрят это видео? Я желаю вам смотреть на мир открытыми глазами и видеть все эти необыкновенные вещи, которые здесь созданы и находить в них то, что близко вам. И то, к чему вы сами можете приложить руку, то, во что вы сами можете внести какой-то свой вклад, сказать свое слово, чтобы сделать этот мир еще лучше. Все правильно, все верно. Золотые слова. Золотые слова. Спасибо большое. Не могу больше вас задержать, потому что у вас дел много, как у хозяйки вот этого фестиваля. А что будет завтра? Завтра у нас также много различных мероприятий. Расписание очень большое. Но, наверное, одно из самых важных мероприятий – это бал, где все будут танцевать старинные танцы и будет много прекрасных дам и кавалеров вот в таких вот красивых костюмах. Замечательно. Ну что ж, доживем до завтра. Спасибо вам за интервью. Спасибо. И удачи во всех ваших делах. Спасибо. Спасибо.